мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске время у нас сколько мороз время скажи пожалуйста телефон 830 короче подъем у нас был 5 это по местному по нашему но они проснулись в три ночи вот давайте мы наше вот сейчас местное время разница сан-французской три часа просыпаются в 3 хотя должны в 6 ладно забыли про то время проснулся в 3 золотой ребенок не поверите и лежал до 6 в потолок смотрел говорит аду ага никакой истерики ну да это хорошо долго проспал но в любом случае мы вчера еще вчера давайте сегодня уж по сегодняшнему времени вчера по-сан-франциско условно в 12 ночи спать либо легли дети вымотанные были никак вообще просто никакие я был уставший в самолете вот вообще просто красавчики игру до того умудрить я в общем сложности два часа поспал с ним они же у нас привыкли в кенгурятники все на хайк значит спать кенгурятник это сон только в самолет кенгурятник ребенка посадили а кенгурятник сон а массу все маши тоже в общей сложности думаю часа полтора проспала вот машина с горем пополам все упихали я расстроился сюда приехали я тоже расстроился потому что завышенные ожидания были маша говорила будет one bedroom но как мы знаем one bedroom по русским меркам это двухкомнатная квартира заходим и что мы видим огромная кровать 1 нам предоставили вот этот пак-н-плей а второй мы взяли ну чтобы на второй не тащить раз здесь есть мы такие ну круто на один чемодан меньше взяли и получается вот дети вот мы вот маша работает вот кухонка я думаю да ладно нифига себе но сейчас я проснулся и понял что это офигенское место просто не представляете за такие деньги да за такие деньги вот наш аэродром для сна сюда и пиявка ночью одна приходит какая-нибудь по очереди кто-то с бутылочки вон там есть а кто-то под титькой лежит кондей что самое главное офигенно дует наверх не на нас то есть я проснулся без соплей хотя кондей на всю работал дети шкафчик мое рабочее место для монтажа я взял с собой gopro вот собственно говоря этим сейчас и занимаюсь да да у меня звездочки ютюба будете да конечно телевизор который нам не нужен ресивер холодильник что главное там шкаф какой-то непонятно рабочее место да 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 я сейчас еще до этого дай думаешь это кухонка здесь есть микроволновка есть кофемашинка в которой я просто воду подогреваю типа чайника все по сути здесь пустые чемоданы душ унитаз душ офигенский напор проблема в штатах с напором здесь ее нет и тогда да да жакузи но почему я сказал не это самое главное демой маленький от чего ты плакаешь чего ты плакать да сейчас сейчас ребятки я немножко прервусь маша горит подожди меня я возьму вторую пиявку пойдем во двор вот что самое главное работать маша не будет как бы здесь время то что передвинутого маша должны были быть уже там в 4 в 5 утра митинги я думаю как ладно я проснусь то есть пофиг на том свете отосплюсь дети пофиг тоже они уже проснуты в это время как я буду с ними играть чтобы они не кричали как я буду с ними разговаривать когда у маруси важные митинги сейчас покажу как у нас есть весло еще я не знаю может бобер забегал хвост оставил да а я вчера что-то смотрел что там есть о эти маленькие на которых типа по полнам большой зонтик до нас оплатенцы пляжные слушай круто офигенский так идем на улицу ой жара начинается не самый жаркий день 30 градусов потом будет 2526 это гавайские цветочки это дерево гавайских цветочков шезлонги для нас смотрите как круто вот это наша территория вся но я вам больше скажу ладно тут маленькие голуби гуляет курочки коко-коко за визу вот смотри морганс фрюка коко-коко а бен шпит коко-коко смотри вон там птички птичечки видишь птичек как тебе гавайи офигенский да не такой сухой климат как у нас тут вот как прохладненько так сейчас я тебя перехвачу ну что я могу сказать смотрите вон гора маш это же это лесенка в нем да да я не думаю это вон мы же там на самом верху были офигеть мы вон там были и вы тоже пойдете туда потому что если вас оштрафуют вы только 1000 долларов заплатить и вас не депортирует вы американцы вас двое до 2000 кстати вот здесь живет хозяйка муж такой таржан охрененный высокий такой прям реально вот как как у королевой только только американский вон океан какие волны так это все можно юзать а жену видел тоже такая островитянка фигуристая такая вот у него здесь ведь не зал слушайте как круто вон океан тут буквально до океана минут 5 идти ну чё слушайте я прям вообще кайфу и вот это может маша здесь работает вот ее рабочее место кстати так чему я это я думал мы будем вот в этом бункере жить во первых бункер стоит сколько маша маша стоит квартира 1700 да ну дешевле вы ничего не найдете это гавайи да да учитывая налоги сервис и за 10 дней 1700 это очень дешево ну опять же это уаху все-таки это не мауи кстати с немчиком вчера разговаривал он я когда спрашивал говорит вы были на какой больше остров нравится я говорю мауи но больше туда не поедем если так выбор будет он говорит а чё я грудь зверски дорого он говорит о да я посмотрел цены на жилье в мауи горит неделю проживания мауи может обойтись как месяц на уаху я груда да так вот к чему это заболтался маша вот здесь вот митинги делает я вот здесь вот расстилаю покрывашку и мы офигенно тащимся смотрите сейчас небольшой ветерок тебе нравится сонька ты еще не спал варусь у него блески под глазом ты его замутила собачки даже есть ну что ребятки сейчас все мы делаем едем в магазин закупаемся мы сейчас только что все вещи разобрали все рассортировали по ящикам по шкафчикам я едем в магазин закупаемся привозим сюда у маши еще один митинг не был часовой еще часовой будет а время ты же говорила что там в 10 но посмотрим короче еще один митинг а потом поедем гулять возможно на хайк сразу же все по-маленски вон там вот обход вокруг дома вот лесенка спускаемся вот линкольн а за ним наша белая шеви стоит но иван океан собственно говоря смотрите вот со всех сторон как клёво какая кайфушечка в магазин ребёнок который не спал кстати все осмотреть уносит сразу момент ух гавайская природа ребятки ай как клёво вау вон она вот пешком на самый верх ой маш посмотреть цепь как ослушает не то вон там целый целая цепь гор это разве она я лесенку просто не вижу лесенку то отсюда хана вон вон хайвэй проходит снизу а вон и лесенка по гребне идет да вон у моя там был туда ходил сапчик съел там наверху с авокадо и потом от шерифа собакой убегал лесом потом на питбулли напоролся меня напугала курица я выматерился на нее весь как свинья грязный сел в убер за пол цены и доехал до своего джипа чтобы поехать на пляж мыться представляете всю картину которая происходила у вас у меня в голове как что что с нами вообще творилось 2 минуты мы ровно четыре минуты от сейфа живем от магазина от макдональдса где вчера был так что можно сказать центр цивилизации да не на самом деле гавайи гавайи в этом плане это круто не надо жить день в центре ты живешь где-нибудь на отшибе здесь все на отшибе по сути по сути все кроме гонолулу да вот смотрите просто вот улочка заворачивает налево сейчас увидите как там все обустроено вот и пошло вон они домики 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 курицы гуляют по дороге курицы здесь везде как во флориде конкретно на ки вести в телефон сидит пялиться даже не посмотрела налево выезжать направо глинула и все поехала англичанка походу заправка алоха кстати ни разу не видел что-то нифига себе 539 на гавайях бензин дешевле чем в бэй эре у нас 650 обалдеть а сюда бензин привозной интересная проблема с питанием с детским у них тоже есть вот сейчас кстати и узнаем собственно говоря просто к магазине едем нам еще и еды надо купить детям вот 76 смотрите цены 594 и за простой 539 то есть вообще нифига ни разу не дорого опять же все чем сравнивать а вот и сейфы и самый настоящий сейф не альберсон не вонс а именно наш любимый сейф устрицы 5 штук за 15 баксов ни хрена себе дешевле чем у нас так а я себе еду на вечер тоже выбираю маша приветки осьминоги всего два лосося взял помидорчики огурец паприка сегодня вечером будем кушать так быстро закупаемся едем маша уже митинг через 40 минут она бабулька из-за прилавка вышла передать я посмотрю потому что горит у меня две дочери близнецы одинаковые горит а у вас два пацана кто старше вышла посмотреть короче нифига маша там набрала водоросли крабы какие-то 55 он доз с едой так памперсы смесь и едем ну и самый главный ингредиент вода конечно полета с водой и и пиво пиво куда без пива так смотрим смесь есть нет ну как не все вот смотри вот семилак есть вот все полностью офигеть вот вот маш мы инфан формула мы такую брали почему круто как она дешево 23 доллара фига маша отойди пожалуйста нифигасе все здесь есть ребятка сейчас мы как накупим мне не надо мы еще то не пробовали она здесь есть никуда не денется маш берит у которому он семилак или инфамил офигеть и не дешево не в два раза дешевле чем у нас смотрите ребятки 1 2 мы взяли 2 разрешено 5 в руки как и у нас видите мы не ажиотаж не устраиваем потому что есть еще другие дети у нас одна такая запечатанная еще 2 то есть нам на 2 месяца еды теперь для детей хватит вот мы дома наконец-то просто вымотались настолько отрубились и по моим расчетам они минимум часа два спать будут каждый вот это точно так а марусь еще 10 минут до митинга я сейчас начинаю покупки распаковывать смотрите какой сечи скейк купил маша горит и на неделю игры нет на два раза я сажу сейчас за один раз я думаю голодный смотрите на сказала все дети спят я пошла в бюро вот это ее бюро здесь за столом она будет сидеть фруктов себе набрала вон сколько лептоп телефон наушники взяла все человечек работать будет я пошел своими делами заниматься пока дети спят а кто это у нас узник узник алькатраса так короче маруси рабочий день закончен вот как маша говорит у меня те рабочий день будет с 5 утра и до 11 утра и 7 вечера как детей уложим до победного да а вот с 11 до 7 вечера мы гуляем и поехали мы на маяк и на океан и купальнички возьмем и купаться будем и в на горы полезем да это ваш первый хайк на горы на вулканы да первый вулканный хайк так ну что погнали на первый хайк у температуры за бортом даже не вижу где здесь показывается у тебя показывается здесь температура не видно время 12 10 минут ехать и в гору но я не знаю вот только до машины прошелся из дома я весь мокрый климат влажный сегодня тридцатку обещали айос не показывает это android показывает айфон айфон нифига не показывает айфон не круто ну так вот ребятки поехали ну там что-то кажется дождь собирается но его не должно быть хотя знаете и на гавайи любой остров хотите дождь вы его найдете хотите солнца вы тоже можете всегда убежать от дождя везде на острове есть уголок где льет и где светит солнце так что как говорится любой каприз что хотите то и получите кладбище на холмах церковь как вообще гавайи в целом расскажи мне пожалуйста друг мой драгоценный даже ни черта не понимаю вроде температура 30 нет но жарко как у нас при скажи 40 и климат влажный ой какая у нас кожа нежная такая да вообще какой климат петушочки бегают везде на улице коко к так маша говорит где-то через часов 6 будем у машины потому что нам надо на вот этот хребет подняться вон там вот поднимаемся идем по верху и с той стороны спускаемся а потом на убери возвращаемся поверили а зря это конечно могло быть до пиявок но и вы будете пиявками но чуть позже поэтому лет так через десять запросто а пока через час будем у машины сейчас здесь небольшая прогулочка пиджины смотрите это голубь я вот реально в шоке у нас казахстане воробьи были больше если бы воробей казахстанский увидел этого голубя он бы просто от смеха помер зацените кстати наши новые панамки гавайские они чуть нам большие чуть-чуть да мы специально сюда одели сари какое дерево огромное там аватар живет мороз снизу офигеть а мы негодяи вот дорога вот здесь написано здесь написано вот not respacing типа негодяи будут наказаны но это считается лучшим хайком еще вот четвертый знак на дереве марусь мы прямо вот настолько нарушители что мы не сможем сказать мы не видели четыре знака здесь обычно знаете как наказывают вот наверх по леснике ползешь 1000 долларов и депортация и в жизни тебе больше штатов не видать вот так они борются ну что вот местные жители живут и они не хотят чтобы здесь все вот еще о знак не ходить и они не хотят чтобы здесь просто туристы шатались мешали гудели да ладно мы тогда лезли не знали но часто мы знаем по крайней мере пиявы не депортируют пойдемте посмотрим у нас лучшие виды не успели пройти минуту кепку снял очки снял панамку снял тропики ребятки тропики влага духота жарища термометр 30 даже не показывает 29 смотрите мы когда начали идти машин не сразу предупредил только ты смотри это нетрадиционный трейл о канат я сразу испугался игру что значит нетрадиционный она горит но необычный это гавайский трейл то есть если пройдет дождь вы здесь не пройдете вот видно земля только подсохла после дождей вот канат чтобы держаться и главное сюда не ходите но мы каната для вас поставим сюда нельзя идти убьетесь на канат есть как скользко здесь глина лишь бы не навернуться так аккуратно не упади только у ее нам здесь же назад эти ты уверена маш но это жопа это я тебе говорю ты посмотри назад ни хрена себе давай вверх чё куда какой назад аккуратно будем идти задом назад и того ребятки общей сложности полтора километра наверх полтора километра вниз по этой же дороге подъем 200 метров 200 метров на полтора километра это серьезно вам скажу вот то что сейчас дети родились у нас там в округе хайкаем у нас по 200 по 300 метров подъемы но там где-то было 400 пока мы не лезли выше так вот здесь 200 на такое короткое расстояние кстати уже пятого человека встретили сначала два пацана шли потом две девчули и вот сейчас еще один пацан и каждый кто к нам идет навстречу они поначалу думают ой лишь бы не проверяющий у них прям наголото так на лице написано в любом случае люди здесь ходят ну почему мы не знали что сюда запрещено мы целенаправленно сюда приехали ибо марусь это все мониторит там действительно последний комментарий был типа часов 10 назад что-то в этом роде я был все ништяк все красиво все как типа первоисточник указал ну соответственно каждый день кто-то пишет комментарии вау круто вау ништяк вот мы приехали увидели знака куда деваться но нарушать увидели не 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 это еще не то это просто я иду наслаждаю сейчас мы до конечной точки придем я обязательно все покажу слушайте здесь вверх вниз вверх не сверх не с я ростом чтобы вы понимали что все тут происходит а мне еще вниз надо смотреть чтобы с корешочков не упасть его мое я вижу 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 тут дерево рухнуло но как бы не просто так это же пишет упал ногу сломал а за тебя государство должно нести ответственность потому что ну куда ты поперся мы же знак поставили нельзя поэтому все это конечно под свою собственную ответственность аккуратно аккуратно потихонечку шагаем и кстати в большинстве таких хайков на гавайях и вообще в штатах в целом такие знаки стоят что не ходите не потому что нельзя вы там наступите на землю и она умрет а потому что небезопасно с точки зрения государства себя конкретно обезопасило поставить знак пойдете вы не пойдете дело уже за вами вот конечно есть там специальные знаки у нас например на пляжах ставят сюда не ходить потому что там чайка или кратчка или пеликан он несется соседи на всех парах несется а яйки они там высиживают вот и конечно туда идти нельзя ну вот здесь здесь ничего такого не может быть кстати отдельно для мамы передаю привет на гавайях нет ни одного хищника официально нет и быть не может на гавайях змеи нет тоже чтоб не волновалась но здесь есть дикие кабаны кстати и эти дикие кабаны зачастую хайкеров и убивают это серьезно это не шутка здесь дикие кабаны хотя мы с морозе мы с морозе ни одного не видели вот теперь я его успокоил ух ребятки а как мы это все назад пойдем видимо без гопро потому что его уберу в карман но нет мы сейчас это вот это в это пофиг корни все спуски мы такие подъемы делаем по 30 по 35 градусов и соответственно это все вниз а это как бы еще кажется дождь собирается вот например всего лишь там градусов 10 подъем он там дождь идет вон да а вот с этой стороны яркое солнце голубое небо и гавайи такие гавайи как я уже говорил можно найти здесь на любителя хотите дождь он есть ходить солнца но есть езжайте в ту или иную сторону кто смотрит мои ролики не впервые не первый раз и кто смотрел предыдущие три заезда на гавайи те понимают что пляжного отдыха у нас лакшери такого не будет у нас вот и пиявок к этому приучаем да ладно не ну осталось то я уже назад не пойду ему просто это же спускаться придется япона мать ой 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 это я просто туда вижу маша но это нет это перебор что реально назад но это первый раз за всю историю будет мы не пойдем наверх ну давай потихоньку давай потихоньку да я понимаю что вниз будет проблем значит вниз будем потихоньку поехали вау ну вот именно уже обидно давай поехали такого еще ни разу не было что мы где-то на полпути при нет было на полпути мы прервали потому что там медведь спинку чесал и я сказал пошли назад точно не пойдем это единственный раз было где мы развернулись а вон девочка еще спускается еще одна то есть это уже было 5 потом пацан с девчонкой 6 7 плюс 2 хаски 8 9 и вон туристы группа целая девять нет 10 11 аккуратно аккуратно бери тут мужчина женщина и женщина споткнулась и если бы не канат летела бы она долго вниз успела зацепиться за канат ой е-мое куда же вы лезете на что же вы своих детей обрекаете уже вижу эти комментарии ой е-мое пу ма или или а я вижу вижу люку люку от слова люк люку я это здесь это слушают мороз бояки по ходу строили ну и собственно говоря ради чего мы сюда шли смотрите куча нарушителей прям реально куча сколько мы тут видели о да о да вы смотрите какая красота марусь вот по той дороге хочу пройтись видишь вон дуга и супер да но мы сегодня туда пойдем давай супер посмотрите красота это действительно лучший вид на океан так ну что ребятки поехали вниз убираю камеру и снизу уже покажусь снова что мы живы здоровы поедем к следующей точке нашей нашего как бы запланированного маршрута на сегодня вот что глазастик смотрит на меня мой кичка на меня смотрят я вижу чё чё на и спит а он же просыпался и опять лег бывает крисовчик мой все пошли дальше спи ты вам просто смотрите что вообще творится как люди идут вниз это просто жесть какая-то все убираю телефон увидимся снизу фух страшно реально страшно идти вниз но виды того стоили можем я как гиббон отвечаю у меня руки знаете какие длинные как орангутан тут у как тарзаны с одной ветки на другую и за другую и вот так вот деревьям больше доверяю люди идут просто так насыпает вот женщина у нее вообще эти плоская подошва куда она в такой полезно я понимаю я сам как бы в кроссовках ну да я сам как бы в кроссовках но у меня гриф хороший эти кроссовки с ними уже полмира оббегал поэтому именно эту фирму и покупают их обычно по 25 покупала теперь они 39 стоит представляете вот беда и приходится покупать потому что они офигенские а люди там непонятно в чем пришли и полезли непонятно куда поехали хочу происходит папа папа тёп происходит какая жара там зато другой отсыпается за за всю ночь за весь вчерашний день вернуться чуть-чуть назад я вот здесь стоя сказал япона мать маша может мы не пойдем кстати самая легкая часть была спускаться вниз корни деревья канат вот легче не было вот здесь начнется самая жесть которая в самом начале было потому что глина ни одного корешка ни одного дерева папа чуть без глаза не остался угораешь ты еще длиннее меня ростом будешь кстати нет будет по-любому длиннее меня ростом он майка уже на почти четыре сантиметра обогнал нога у него прям на большой палец детский меньше так что тоже будешь страдать от роста всю дорогу кайфушечки да смотрим улыбаемся это все все здесь обслюнявил слюнявчик маленький но не так уж прям жестко было между прочим мы сейчас спускались очень последний отрезок на остался и все но в дождь или после дождя сразу на следующий день или через два дня реально не советую даже одному не то что с детьми такое может быть здесь вот идешь дождя нет раз и и полил или поднялся спускаешься и он начался здесь все может быть это гавайи ваше мнение дает сам шоку вот она ребятки видите вот эти вот ямки это те кто ходил в дождь этого так раз и уехал а нормально вообще нормально я думал вот это вот прям жесть будет но здесь вот влажно маша аккуратно нормально нормально прям горка но сорок пять градусов и он конечно я борщину но тридцатник точно это тот подъем который мы поднимались вот там уже вон дорога там веревка и все ему почти пришли слушайте запретный хайк а народу-то народу сколько на нем а сейчас здесь не за дома начнутся дамы что это с лесенки спускались тоже все кричали о шерифа нет в туалетной будке никто не сидел а потом раз в конце шериф собачкой местные жители все такое так ну что сейчас мы на кладбище пойдем расстелим покрывашку детей покормим переоденем вытрясем их из переносок а потом на буддийский темпл тут недалеко и еще на один хайк тоже в районе четырех километров тоже такой же подъем под 200 250 метров вот мы там уже были по ходу это самый самый наш первый хайк на самый самый первый раз когда мы сюда приехали именно на этот остров и на гавайи в целом вот посмотрим туда и потом по плану океан ребятки купаться я хочу воду маша хочет воду ты хочешь воду конечно хочет папа пот течет на него прям в темечко ему кап 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 он уже весь мокрый тоже на океан хочет так что и океан будет а потом домой поедем вот так вот идем вот так вот под ноги и смотрим потихонечку потихонечку как корова на льду вот так вот в раскорячку но мы вернулись живы здоровы цивилизация машина переходим покрывашка фух а потом дальше вы зимой на кого ты похож да да маш я смотрю иди до ледяную колу со льдом много льда чё ребятки разминаемся вот до умнички первый раз такое иду колу заказывает безо льда вот макдак снова ваша попросил закажи мне стакан колы и много льда но она приносит я потянул и все и не тянется больше я не в понятках а вообще что происходит а происходит ровно то что весь стакан до верху наполнен льдом и там буквально глоточек колы и все и больше и мы встречали на верху этих людей уэли of the temples memorial парк добро пожаловать на кладбище ребятки буддийский темпл с той стороны короче дети сыты дети переодеты дети агукают ага кают никто не истерит может платить надо по ходу по ходу надо платить как говорится я как человек европеец я привычен к платным кладбищем но знаете рановато еще это темпл маша говорит за него надо там за въезд платить но как бы рановато так что едем в другое место едем на следующий хайк вот слышите ребенок категорически против чтобы мы уезжали ну значит на второй круг поехали ребенок сказал хочу буддийский темпл кстати я уже в одних из ну кто меня постоянно смотрит знает что я человек не религиозно но если я выбирал я бы выбрал буддизм офигенная религия сидишь улыбаешься где-то там в нирване с кришной чакры открываешь кайф говорит здорово я говорю привет игру то платить надо он говорит потом будешь выезжать заплатишь понятия не имею сколько будет сколько стоит будет он дону . чуть не задавил на газонокосилки а чё за много флагов маша у нас скоро день америки же да и стой 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 куда ты бесповоротник мемориал да и да ну когда он же в 4 какого-то там нет подожди вот так в июне же мемориал дэй сейчас точно день памяти ребятки я да прямо еду он там вот где-то перед горой буддийский темпл что коворунчик лежит и болтает и болтает там о католическое кладбище туда роман католик garden of the holy cross вот так прям написано было кирпичики нифига себе я вот я бы где мог кирпичиков взять а вот это и китайская походу вон смотри видишь как у нас китайцы также кладбище свои делают парковка полно аж машины здесь ставят так ну надо чем посмотреть место на бононон вау вот это пагода и да вон вход еще будку платить вот я снизу смотри есть парковки точно вон там сейчас найдем не бывает такого чтобы сережка места не нашел сережка без места это не такое не бывает я маму то шимао фэмили кабаяши кого мура ли моя мото мацушима о ниши хака гордон ребятки это японское кладбище ибо мы знаем на гавайях здесь же очень много японцев много японцев много вот мы вот так вот пойдем на то есть теперь со мной пойдет микелька маша возьмет и сейчас мы пойдем посмотрим на эту пагоду без переносок просто к детей возьмем поехали так шли на темпула что получилось ребенок увидел кладбище говорит куда ты меня тащишь вцепился играть не надо очень душно очень душно смотрите джунгли просто вот это вот гавайи это наш первый дождик ой 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 ливень пошел пошел короче оушен бьюти раз и тут этот вот комплекс вот кладбище называется не понял я почему оушен бьюти раз у нас дождь начался что ты вырос может брата догонишь это гавайи детка есть дождь через минуту нет дождя потом опять будет а потом опять не будет но намочились мы хорошо да да замечательно очень замечательно ну не скажи мы может еще и на этот новый год марси говорит возьмем еще не скоро попадем красота какая боже мой вы просто посмотрите кайф вау будда вон сидит амида будда смотрите все в колокол выстроились а то маруся обычно не разрешает мне такое горит ну иди раз все трава ща как я долбану в колокол ну то есть долбанем вдвоем да то не пойдем там он чего ребенок испугается да держите детей подальше от петухов дикие петухи офигеть их ладно обратном пути еще ударю пойдем так а какие карпы плавают внутри маш ты вела рыб какой слушайте как клёв вон му маша сколько и там этих кой где а вот вижу да вон там всех вот посмотри тут и большая рыбкой маленькая ваш ловись рыбка большая маленькая а он их кормит они летят прям к нему ой 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 и все таки посмотри на рыбок у боже мой рыбки рыбки рыбульки и окуни какие-то там офигеть вот сейчас будет кормить давай давай в бубум дуг дуг началось а вот и буду да ты хочешь разуваться я не буду маш зайди там столько народу да ладно чего не сделаешь а я на меня уже понял сейчас я тут ссылочки поставлю да хоть смотри какой буду смотри ой как тут запах какой вот этими смотри зато какой буду котик какой разуваться надо какой буду тебе нравится ребятенок ребятенок в шоке дядька большой какой туристы туристы сколько туристов ребятки обожженные тела и просто все сгорели просто ноль все хуже чем мама когда приезжала кстати вон черный лебедь почему один где где куча голубей но все рыбку кормят и большие маленькие вот смотри они просто стоят здесь ждут жрачку и фига себе все поехали маш поехали ну слушайте красиво очень красиво маш аккуратно девочку чуть не убила хорошая девочка была майки зря не убил бамбук ой пойдем посмотрим самую высокую травку в мире самую быстро быстро растущую травку в мире слушайте клево здесь обалденно а тут еда сок хочешь марусь кокос хочешь кокос кстати действительно хорошо заехали в со взрослого 5 баксов вход из детей после двух лет тоже так что 10 баксов замечательно прогулялись дети дождь увидели дети увидели первый раз буду дети почувствовали запах этого темпла короче все было круто все замечательно дороже пяти с человека но было бы такое платить кстати встретили русскоговорящую женщину которая там продавала сувениры говорит вы разуетесь можете зайти мы говорим все все в ажуре мы все знаем и в азии бывали и не раз она игрок ну тогда вы как местные давайте идите мы разулись зашли посмотрели было клево а теперь 15 минут 10 километров до хайка до следующего сейчас сейчас чуть побыстрее поедем до на гавайях не разгонишься а ребенок горячо так медленно едем 25 миль в час ограничения 30 еду тут и дороги особенно не погоняешь тихих тих 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 час я будет lounge сейчас вместо 25 45 поедем он га на лулу перл-харбор ту сторону о ребятки мы далеко уехали 35 миль в час даже а не 25 час поедем после светофора надо там состоит стоим тихо 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 вот папа стартанул 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 и резко тормознули какой лаунч папа сделала не гавайи это не про нейта он лежит не будет постоянные пробки под гонолулу светофор разогнаться больше 45 миль в час нельзя для него германия скорее всего в этом плане да 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 открытый автобан вжал в тапку и поехал короче отменяется хайк ребенок орет место нихрена нет парковки мы подъехали машины негде поставить со смотаться здесь о боже мой короче одно место было единственное то приехал чувак какой-то на пикапе припарковался и пошел вверх судя по всему местный а места нет машину нигде просто так здесь не бросишь так что едем на пляж едем на пляж паркуем машину и кто-то полезет воду кто-то не полезет не знаю у меня пока нет желания купаться здесь ветер дождь только что прошел существенный успокоился кушает голодный ребенок был слушайте как круто вот пляж мы здесь искупаемся а вон гора мы сначала на хайк до сначала на хайк маша горит искала целенаправленно этот хайк не могла найти а выбрала горд поехали на пляж мы едем игру слушая вон хайк офигенно мы были там рассказываю и она говорит так она его и хотела и вот совместными усилиями маруся нашла пляж который я хотел я нашел хайк который она хотела паркуем машинку и идем тусить да я вдруг с этой стороны поставлю где зелень вот здесь ваш парковка ничего не переезжая через мост потому что через мост мы перейдем пешком потом а вот здесь я магазинчики эту открыточку покупал как-то в свое время я знаю где я все я все помню как hard но и пусть ну мы залезем так ну что паркуем машинку тогда не пойдем сейчас чем придумаем ой какая красота сейчас все-все-все сейчас папа паркуется уже вот сейчас я здесь парканусь а место вот здесь вдоль дороги можно стоять и оставлю или же вон там парковка конкретно джип я в прошлый раз он там парковал ну какая красотища просто посмотрите на это вот сейчас мы здесь часик полтора погуляем по жилым районам в гору походу не пойдем на маши потому что не нашла она отсортировала он как hard классифицируется и говорят там надо лезть прямо на четвереньках а с детьми это не вариант так что погуляем потом вот здесь вот искупаемся с детьми помоемся переоденемся в этом замечательном туалете и поедем дальше песочная насыпь за ней океан а тут смотрите он стол для пикника это место для огня гриль можно делать волейбольная площадка кругом баньяны пальмы вообще слушайте зачет туалеты души вот смотрите здесь огонь жгешь здесь мусор выбрасываешь стояк вот можно поймать зажарить ты стояк или ходок в войне и бегун еще криво бегает так все угомонился чё-то у него перестроил страны майку пофиг нет ой смотри машинка 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 гонять на пульте смотри нифига себя наваливать бум в дерево офигеть пацан ты чё ешь утром со шлифами да жизнь о маша жирный какой голубь вот это да привет у тебя братаны маленькие тут тусят тоже слушайте жизнь на гавайях своим руслом течет здесь все по-другому реально а медленно да так размеренно вау просто посмотрите какой ой диван два весла обалдеть это еще 1 черепашки ниндзя на нем гоняли слушайте какой кайф тут можно каной арендовать заснул хорошо а у меня майки хлопают глазками еще так начал полуторачасовая прогулка по жилым районам по плану раз в гору мы не полезем потому что посмотрела маша вон я вижу люди идут да действительно мы вдвоем туда на одном дыхании ибо классифицируется как hard но мы тогда и не заметили что то есть детская прогулка была но с детьми реально нереально вот полутора часовая прогулка прогулка по жилым районам а потом сюда придем купаться маша точно будет с одним со вторым детей не спрашивают а я не полезу я люблю чтобы было солнце и ветра не было ветра нет солнца нет так что как-нибудь в другой раз тем более мы здесь десять дней живем я еще успею тем более да отсюда вот конкретно от этого пляжа до дома 10 минут ехать так что сюда я всегда успею приехать искупаться ага не давай что-то нереальное я не знаю как жить здесь ну вот отдыхать приезжать место одно из лучших которых я которые когда-либо видел вы просто посмотрите это лягушатник вот дети ходят по колено в воде вот там океан а здесь лягушатник вот рыбка мелкая плавает а я горит веслом муана какая-то а гавайская девочка веслом горит забью ходишь тут снимаешь офигенная тема с детьми самое то смена планов ребятки ибо отчет дети орут ну непонятно но вот не голодные но памперс не вот маша говорит все очевидно время у нас здесь получается 4 а там дома у нас время 7 а всем дети спать ложатся наши по крайней мере так что они говорят мы спать хотим ребятки вы чего так что пляж отменяется мы всегда его успеем час прогулки домой и детишек сегодня пораньше положим по чуть-чуть их будем адаптировать под новый часовой пояс до целое дерево манго слушайте как клёво к себе домой приехал ворота открыл заехал замечательно ну как живет но тут бездомный притаился ни фигасе у него особняк белокурые девочки они еще белокурые завтра они будут красный как крабы вареные обратно перебегаем тоже вот гавайский цветочек у него растет вот во дворе офигеть дерево листья чтобы это чтобы понимали вообще что за листик ладонь больше чем моя ладонь все смотри смотрите все свои эти штучки тащат поплавали а теперь в отель завтра то же самое кстати а там дождь идет и наша любимая рубрика купи жилье он это красная птичка птичка синяя с красной головой полностью так купи жилье это мы находимся на кайлу а пляж вон где пальмы там уже все океан жилые райончики и давайте посмотрим дома миллион двести три пятьсот ну вот я вот так вот показываю видно же до два миллиона шесть девятьсот прям с выходом на океан 5 вось пять восемьсот это в миллионах лям двести срай какой-то миллион пятьсот с террасой миллион шестьсот двенадцать пятьсот первая линия вон там кусок земли обведен 12 500, миллион 800, 3 100, 4 900, миллион 500, 14 лямов, 800 тысяч, миллион 400 Ну вот такие домики в среднем получается от полутора до трех миллионов в этом районе Но не факт, что эти первая линия, прямо видно, что вот океан, сразу 380 тысяч Вот 2 700, получается в раз, два, три, четыре, пятая линия от океана, 2 700 Первая линия 6 400, хрен знает где, миллион 100 Ну в предел, короче, на любой кошелек от миллиона, если вы скажете мне прям не надо выходить с дома в океан А я могу и 2 минуты на машине проехать или пешком дойти 5 минут То, вот, фух, дорого, дорого Но это очень хороший район, здесь же как же на Гавайях, по этим лавовым зонам Вот на Биг Айленде мы когда были, где там потеки и все такое Там есть вообще земля, где за бесценок можно дом купить Но никто не гарантирует, что следующим извержением его смоет А там где не смывает, где никогда не текло и течь не будет, там цены я тебе дам Так же и здесь Да, вот здесь будет домик Я думаю, вот такой домик вот именно здесь Конкретно любой этот дом не меньше 3 миллионов стоит Дорого, очень дорого Это цены как у нас в долине, я вам скажу Просто у нас за 3 миллиона, условно, волните Дом будет гораздо больше, чем вот этот вот Все, дети уснули Спят оба-два Ой, ребятки, старожилы моего канала поймут Когда-то далеко, в далеком-далеком 16 или 15 году Я в Таиланде увидел, как растет папайя И я сказал, смотрите, папайя растет грядками Вот, вот папайя, молодая папайя Грядками растет Боже мой Манго, авокадо, папайя, все здесь Ай-яй-яй Слушайте, как красиво Очень классно Кому-то повезло родиться в этом штате Или быть успешным настолько, что можно сюда переехать И жить замечательно Ну а вот эти пресловутые дома за 5-6 миллионов, за 10 миллионов Когда у тебя дом, выход на канал Канал, соответственно, в океан выходит Класс Это просто, блин, кайфово Ни пираньи, ни аллигаторов, никого нет Акул тоже Никого нет, купайся не хочу Вот как они живут Вот домик, сейчас я вам покажу Смотрите, гриль, мусорки Х-3, пикап Форд F-150 Вот дом выглядит как сарай, да, по большому счету Но там огромный зал Огромная кухня И огромная, что самое главное, территория Туда вот я видел, где пирс был метров 50, наверное, вдаль Вау Нет, круто Просто нереально круто Слушайте Прогулка подходит к концу Сейчас проходили один дом Вот здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь И место для восьмой машины Вон дом, восемь машин Сейчас проходили один домик Он был небольшой Но я там насчитал 11 машин В огороде у него стояли Там и пикапы, и спортивные, и все такое Так вот, бежит американка нам навстречу Остановилась, запыхая Ну, то есть, не гавайка, а именно американка европеоидной расы И останавливается, отдышивается И такая показывает Твинс, мы такие, да А я говорю, ей лет 50 на вид Хорошо, бодро так выглядит Спортсменка такая фигуристая Говорит Моим дочерям 13 Я думал, ну блин Ну, как типа, знаете, американка в поздние 30-е Родила, карьера, все дела Вот такая вот бабуля Знаете, самое лучшее пожелание Ну, вернее, не пожелание, а замечание Которое нам кто-либо когда делал Так вот, это она Говорит Ребят, не переживайте Когда-нибудь вы выспитесь Во Вечернюю волну никто не отменял Ну, там не волну, они грибцы под закат Закатные грибцы, смотрите А, на мелководье вытащили Сейчас будут учить, как грести Чтобы условно с утра куда-нибудь Традиционные гавайские лодки Чтобы с утра куда-нибудь В океан пилить Вот Эти гавайцы на таких лодках Между островами По всему архипелагу перемещались Ну что, ребятушки 15 минут до дома На этом Я думаю, мы и закончим Кто-то косяк курит А здесь легально вообще? По-моему, нет Точно нет Но кто-то курит Так что, давайте до завтра Мы сейчас домой Как я уже сказал Через 15 минут Детей уложим Маруся еще часа 2-3-4 Как говорится До победного поработает Я, может, ролик начну монтировать Ибо О чем мне еще делать? Баклуши? Бич, что ли? Не Уже второй отрезок Мы выехали Все ништяк было Проезжаю Там просто ливень прошелся Потом опять сухо было И опять Буквально за 10 минут Тут прям ливень прошелся Смотрите Вода стоит Такие гавайи Вон там вижу дождь А вон там вот голубое небо А вон там вот ливень фигачит Здесь тоже просвет Ну да Мы уже к этому привыкшие То, что если дождь пошел Подожди 5 минут Погода изменится Я смотрю туда Я даже горы не вижу Там ливень Маша заказала кофе в Старбаксе Сейчас мы заедем Я ей говорю Ты точно хочешь Видя туда Выйти за кофе Ты же промокнешь Она говорит Так я не пойду Я же не смогу вылезти Ты пойдешь Ребята Этим реально все сказано Гавайи Ливень А сзади голубое небо Вот 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 Именно так У нас ЧП Гарфилд Киш-киш-киш Ну Он на тебя мяукает Да он еще мяукает на меня Он тебе сигналит Боже мой Вон куропатки летают Всякие Иди лучше лови курей Боже мой Так и мы приехали Кажется дождь собирается А я в огороде хотел Кушать сегодня А не в туалете Видимо не судьба А вот прямо по курсу Наш дом Дети уснули Время и нам покушать Дождя не намечается Замечательно Духоты нет Смотрите Куры даже ушли Вон туда вот Наверх Вскоречник все спать Духоты нет Ветра нет Видите вот Ни листик не шевелится Ничего Дождя нет Кайф Помидорки Огурчик Паприка Два куска лосося Пивасик Приятненько у меня И на этой нотке Точно теперь в пузико всех Маша сейчас спортом позанимается Потом тоже поест Она будет работать Я начну видосики монтировать Таков план Котенок такой шоу Остановился Че ты тут руки вытягиваешь Киш-киш-киш-киш-киш-киш Иди сюда У меня рыбка есть Только копченая Иди сюда Красивый какой Пиво будешь? Ну идея по своим делам Кошачьим Угу Пиво услышал, да? Нельзя тебе пиво так быстро стемнело так ну чё вот мое пиво вот мой лептоп сейчас я начну монтировать ой как начну сейчас маша только позанималась тоже вынесет ли кто будет работать так вот наш день и прошел